Мы должны стать мощной автомобильной державой. Об этом в ходе рабочей поездки в Алматы заявил Олжас Биксенов. Там премьер-министр посетил предприятие Hyundai Jazz Kazakhstan. Главе Кабмина доложили о том, что завод расширят до 40 тысяч квадратных метров, а количество рабочих мест увеличится до 1700. Проект реализуют за 16 миллиардов ценге полностью за счет инвестора. А основатель Astana Motors Нурлан Смогулов рассказал о планах развития производственного кластера. По его словам, в дополнение к существующему строится мультибрендовый завод с мощностью 90 тысяч легковых автомобилей в год, три завода по производству автокомпонентов и логистический хаб. Общее количество рабочих мест превысит 6 тысяч. Казахстанский автопром состоялся, и он дальше будет развиваться, и мы, как правительство, будем поддерживать всемирно. Ну и, естественно, бизнес. Я вижу у вас у самих стремление есть большое развиваться, идти в мелкий узел, повышать локализацию. Мы будем всемирно поддерживать то, что от нас нужно. Мы должны стать мощной автомобильной державой. На следующем объекте премьер-министру доложили о старте строительства нового логистического распределительного центра в Айлберре с площадью свыше 100 тысяч квадратных метров. Он откроется в 2025 году. Центр позволит сократить расходы предпринимателей на логистику, расширить ассортимент и увеличить продажи. Это первый проект подобного рода за пределами Российской Федерации. Глава правительства также посетил ТО «Ала Эстейт». Данные производственные помещения арендуют 11 компаний, которые занимаются изготовлением мебели, кондитерских изделий, выпуском канцелярских товаров и производством бутылок. Кроме того, осмотрел Бегтенов и темпы работ по строительству резервной системы водообеспечения в верхних районах мегаполиса. Так, в планах заменить насосное оборудование, реконструировать резервуары, а также пробурить 4 скважины. Выполнение данных работ позволит обеспечить стабильное водоснабжение южной части Медеусского района путем подачи воды, каскадов насосных станций, перекачки воды в реверсивном режиме. Это получается с севера на юг, может работать система, также может работать с юга на север. Ввод в эксплуатацию данных объектов позволит обеспечить гарантированное водоснабжение южной части Медеусского района от двух независимых источников. Это Толгарский подземный водозабор и фильтровальная станция Медеу. Продолжение следует...